Здравствуйте, с сегодняшнего урока мы начинаем серию уроков по теме PHP объектно-ориентированное программирование. Курс будет построен следующим образом. Вначале мы изучим теоретические моменты объектно-ориентированного программирования, а в конце закрепим изученное путем написания небольшой системы управления контентом с применением ООП. Итак, для начала давайте определимся, что же такое объектно-ориентированное программирование и какие его преимущества по сравнению с процедурным подходом. Предположим, у нас есть скрипт, который выводит статьи из базы данных. При процедурном программировании мы бы создали какие-то функции переменные, которые сохранили бы в каком-то отдельном файле и каждая из них отвечала бы за вывод статей из базы данных, тем или иным способом. Но, в принципе, это общие обычные функции. Если же дать исходный код этого скрипта другому человеку или же открыть его через, скажем, полгода, то, думаю, вам будет сложно разобраться какая функция и за что отвечает, особенно если скрипт очень сложный и с большим набором этих же функций и переменных. Разработка скрипта с помощью объектно-ориентированного программирования требует от нас особого способа мышления. То есть мы начинаем думать сущностями и работаем уже не с обычными функциями переменными, а работу ведем с объектами. Сущностями мы будем называть отдельные элементы нашего скрипта. Например, база данных – это отдельная сущность, или пользователи – это также сущность. Если же сказать другими словами, то вместо того, чтобы рассматривать веб-приложение как механизм передачи данных от одной функции к другой, объектно-ориентированный подход позволяет как бы смоделировать веб-приложение как совокупность взаимодействующих объектов. Каждый из этих объектов будет выполнять какую-то отдельную задачу, но при этом каждый из этих объектов скрывает детали своей реализации от других объектов, то есть тем самым он как бы обеспечит свою независимость от других элементов системы. Но при этом у него есть четкие задачи и он выполняет четкие функции. Поэтому основным таким отличием объектно-ориентированного программирования от процедурного является то, что основой объектно-ориентированного программирования являются классы и объекты, а также способы их использования. А при процедурном подходе мы используем функции и переменные. Подробно о классах и объектах мы коснемся немножко ниже. Далее, давайте рассмотрим основные преимущества объектно-ориентированного подхода по сравнению с процедурным. Первое преимущество это простота преобразования какой-либо технической задачи в отдельные программные модули. Так как объектно-ориентированное программирование позволяет как бы смоделировать веб-приложение, то всегда мы можем как бы так виртуально связать какие-нибудь предметы, например, или людей, или понятия с соответствующими программными классами и задать этим классам такие же свойства и методы, что и понятия в реальном мире. Например, создаем мы какой-нибудь скрипт о автомобилях и в соответствии с этим скриптом мы можем создать класс автомобиль, так же как и в реальности. У нас есть автомобиль и мы создаем класс автомобиль. Далее назначить этому классу автомобиль свойства, схожие с реальными и прописать его основные функции, такие же как и в реальности. То есть создать как бы такой виртуальный автомобиль, но уже чисто программным способом. Далее следующее преимущество повторное использование кода. Очень часто в скрипте приходится использовать одни и те же данные. Например, создаем мы какой-нибудь класс юзер-пользователь, который обладает определенными свойствами и методами. И эти свойства и методы как бы общие для всех пользователей скрипта. Поэтому можно добиться повторного использования этого уже класса. То есть класс юзер у нас будет использоваться и для обычного пользователя, и для модератора, и для администратора сайта. А также если класс юзер будет хорошо описан и будет иметь очень много универсальных функций, его можно будет просто взять и перенести на другое веб-приложение и использовать без всяких там каких-нибудь изменений. Далее. Следующее преимущество это расширяемость и модульность полученного кода. То есть, если в одном из классов была найдена ошибка, или его программный код требуется доработать, то есть расширить функционал, то все изменения достаточно внести только в одном месте, в одном классе. Но при этом внесенные изменения коснутся всех элементов, которые использует данный класс. Например, разрабатываем мы приложение и нам необходимо опять же этот же класс юзер добавить ему какое-нибудь свойство. Мы открываем наш класс, добавляем свойства. И на этом работа с доработками у нас закончится, так как во всех местах, где используется класс юзер, уже внесенное дополнение, вступит в силу. Вот так вот и расшифровывается. Это преимущество. Ну, это, наверное, пожалуй и есть основные преимущества объектно-ориентированного подхода по сравнению с процедурным методом программирования. Еще что хочу добавить, что процедурный метод подойдет для небольших и несложных проектов, где очень часто необходимо переплетать PHP-код и HTML-теги. Ну, процедурный подход очень легко внедрить в HTML-теги, поэтому это его, конечно, большое преимущество. Но в то же время ООП, объектно-ориентированное программирование, подойдет для крупных и сложных задач, которые требуют какого-то проектирования, а также для таких приложений, которые разрабатываются командой программистов. Так как, используя объектно-ориентированный подход, легче разделить работу между несколькими людьми. Например, один человек разрабатывает один класс, второй человек разрабатывает второй класс, третий разрабатывает третий класс. Далее они это все дело объединяют и получается уже готовый рабочий скрипт. Но все же, в любом случае, за вами остается выбор, каким методом вести кодирование. Поэтому выбирайте, конечно, сами. Но мне кажется, что за ООП это будущее. И уметь программировать на нем необходимо каждому хорошему веб-разработчику. Поэтому, я думаю, вам будет интересен наш курс. Ну а на этом, я думаю, с вводной частью можно закончить. И переходим уже непосредственно к обучению. Работа с точки зрения объектно-ориентированного программирования начинается с понятия класса. Класс это способ описания какой-либо сущности, который определяет ее состояние, ее свойства, ее поведение. То есть, если сказать проще, класс это некий чертеж, который описывает какой-нибудь элемент, какой-нибудь сущность. Например, допустим, создается автомобиль. И первое, что делается, это в проектном отделе создается чертеж этого автомобиля, где отрисовывается его внешний вид, его основные функциональные блоки. Далее описываются его свойства, то есть цвет, скорость, тип кузова, ну и основные элементы, присущие всем автомобилям. Далее описывается поведение этого автомобиля, то есть его функции, что он может делать. Например, нажали какую-нибудь кнопочку, включились фары, другую кнопочку нажали, включились дворники. Ну и, попросту говоря, функции этого автомобиля. Далее, что делается? Проектная документация отдается в исполнительный цех, где уже с чертежа делается новый автомобиль. Но автомобили же бывают разные. Бывают, скажем так, синие, зеленые, но не переделываются же из-за того, что автомобиль просто другого цвета, вся проектная документация. Просто указывается небольшое, скажем так, изменение свойства, что этот автомобиль нужно создать синим. Но делается же он по тому исходному чертежу. Вот так вот и у нас. Класс это чертеж нашего автомобиля. Это просто описание его свойств и функций. Далее, объект этого класса, это уже сам сделанный автомобиль с присущими ему свойствами. То есть, у него есть и фары, с что светят, и у него есть те же функции. Он умеет выполнять все то же, что и наш запроектированный автомобиль. То есть, класс это описательный элемент, а объект это уже как бы уже созданная, такая готовая единица, с которой мы уже можем работать. Создавать мы объекты можем сколько угодно раз. То есть, с одного класса мы можем создать сколько нам захочется объектов. Далее, так как объект имеет доступ ко всем свойствам класса, мы можем изменить их. И то есть, уже создать, то есть, уже у нас получится объект, но уже с немножко измененными свойствами. Ну, сейчас вы это все увидите на практике. А пока, я думаю, вам уже стало понятно, что такое класс. Это просто некий абстрактный описательный элемент нашей сущности. Итак, классы создаются при помощи ключевого слова класс. Далее, через пробел указываем имя класса. Например, давайте создадим класс для вывода каких-нибудь страниц. Класс page. И дальше открываем фигурные скобочки и внутри них пишем код класса. Все. Вот, мы создали уже, в принципе, готовый класс. Правда, он еще пустой, но все же это класс. Это уже мы описали нашу страницу. Теперь, несколько таких замечаний, на что хочу обратить ваше внимание. Первое, по именам классов. Классы обычно называются с большой буквы. Ну, конечно, это чисто ваше дело. Как вам хочется, так и называйте. Но обычно называют с большой буквы. Далее. Имена классов – это регистрозависимые имена. То есть, если создать класс, который с маленькой буквы page, которого имя начинается с маленькой буквы, то это уже совсем другой класс. То есть, запомните, имена классов – это регистрозависимые имена. Ну, так же, как и переменные. Переменные у нас так же. В PHP – регистрозависимые. Далее. Второе замечание, на что хотел бы я обратить ваше внимание. Нельзя прерывать код описания класса. То есть, если вы открыли уже фигурные скобочки и начали описывать код вашего класса, то PHP код прерывать нельзя. То есть, нельзя здесь вот так вот прервать код. Далее вывесить какой-нибудь HTML тех. И далее просто опять заново открыть PHP код и как бы закрыть вот эту вот скобочку. Так вот делать нельзя. У нас сразу последует ошибка. Поэтому запомните, если начали описывать класс, пока его не опишите до конца, PHP код прерывать нельзя. Так, и теперь давайте сохраним наш файлик. Еще хочу на что обратить внимание. Обычно классы сохраняются в файлах, в отдельных файлах. То есть, для одного класса сделан отдельный файл. И имя этого файла такое же, как и имя класса. То есть, если у нас класс page, значит, сохраняем наш файл с именем page.php. Ну, опять же, это не такой закон, или не так это надо делать. Это просто такая рекомендация. Во-первых, это удобно для того, если у вас, например, большой скрипт с большим количеством файлов и классов. Это облегчит поиск нужного вам класса. То есть, если вам надо какой-нибудь класс, вы просто ищите имя файла этого класса. И второе, для чего это удобно. Если так назвать файл, как и имя класса, то очень удобно делать автозагрузку классов. Мы это с вами будем изучать на следующих видеоуроках. Вы там все увидите, все поймете. Поэтому вот такая вот моя рекомендация, что классы необходимо сохранять в файлах с такими же именами. Так, ну, продолжим. Давайте теперь создадим объект нашего класса. Как я и говорил, что с классов мы можем создавать объекты и далее с этими объектами работать. Объекты это обычные переменные, только уже это переменные с типом данных объект. Давайте создадим объект. Например, объект индекс. Ну, скажем так, создадим новую страничку индексную. Поэтому создадим ее объект индекс. Создается он, как и обычные переменные. Сразу идет имя переменные. Далее знак присваивания. Далее ключевое слово new. И далее имя нашего класса. Page. Затем идут круглые скобочки и точка запятой. Все. Мы создали объект из нашего класса. Давайте сохраним, перейдем в браузер. Обновим. Так, page.php. Ну, конечно, как вы видите, у нас на экране ничего не появилось. Но и, заметьте, что ошибок тоже нет. Значит, все нормально. Теперь, как я и говорил, наш объект имеет все свойства и методы нашего класса. Но, как вы видите, методов и свойств у нас пока нет. Мы их дальше создадим. Далее, объекта мы можем создать сколько угодно. Например, индексная страничка. Теперь давайте создаем страничку admin. Admin. Также. New page. Запомнить, как создаются объекты, очень просто. Смотрите, идет. Создаем объект admin. Как бы новый объект. Admin класса page. И давайте еще какой-нибудь создадим, например, view. Страничка view. Просмотр чего-нибудь. Опять же, new page. Так, все. Создали мы три объекта. Теперь, как я и говорил, каждый класс у нас может иметь какие-нибудь свои свойства. То есть, наша страничка может иметь свойства. А это, например, шапка. Хедер. Далее, какой-нибудь контент. Тоже свойство. Дальше, сайт бар. Это тоже свойство нашей страницы. И footer. Давайте создадим эти свойства. Свойства. Это обычные переменные. Но, если переменная описывается в классе, то она называется свойством. А если переменная идет внутри где-то кода, то это просто обычные переменные. Поэтому, создаются они так же, как и обычные переменные. Но с одним исключением. Например, вот так вот написать, что header равно, например, header. Спецификатор нельзя. Так как это сразу же вызовет ошибку. Смотрите, я это покажу. Видно, да? В классах создавать свойства вот таким вот образом нельзя. Потому что перед именем свойства, вот здесь вот, вот здесь вот необходимо указать, как их называют, спецификатор доступа. То есть, мы их будем проходить в следующих видеоуроках. Но скажу, что эти спецификаторы доступа дают право нам, то есть, дают право как бы иметь доступ к этим переменам извне. Или мы можем к ним иметь доступ, или не можем. Сразу мы напишем спецификатор public. То есть, полный доступ к свойству header. Опять же, скажу, заметьте, мы это будем изучать в следующих видеоуроках. А сейчас просто запомните, что перед объявлением свойства класса необходимо обязательно указывать спецификатор доступа. В нашем случае это public. То есть, полный доступ мы к этому свойству можем обратиться из этого класса, из другого класса. В общем, полный доступ к этому свойству. Так, я думаю, с этим вам понятно. Давайте дальше создадим также несколько наших свойств. Content. Давайте сделаем просто, чтобы он был пустой. Класс это же у нас описательный элемент, поэтому мы просто описываем те свойства, которые должны быть. Хедер мы по умолчанию задали, что это хедер. А контент у нас просто будет свойством пока пустое. Дальше свойства footer и спецификатор доступа паблика. Ну и достаточно, сайдбар не будем. Так, теперь, когда мы создали свойства, давайте посмотрим, как же получить к ним доступ из нашего объекта. А доступ к ним получить очень просто. Например, давайте выведем на экран наше свойство хедер. Для этого напишем функцию echo, уже знакомую нам. И далее смотрите, как получать доступ к свойствам класса. Пишется имя объекта, индекс, возможно, доллар. Далее ставим стрелочку, вот такую вот образованную с помощью знака минус и знака больше, то есть вот такая вот стрелочка. И дальше идет имя свойства, например, хедер. И точка с запятой. Обратите внимание, что знак доллара ставится только возле имени объекта. Возле имени свойства его ставить не нужно. Сохраняем. Обновляем. И, как вы видите, вот выявилось наше свойство хедер, какое мы и прописали в нашем классе. Далее, так как это свойства нашего класса, я говорил, что их можно немножко менять. Например, давайте немножечко изменим свойства хедер. Получаем доступ к нему. Хедер. Имя объекта, стрелочка, хедер. Далее, просто обычным присваиванием, как мы и делаем это в PHP в процедурном подходе, просто обычным присваиванием присваиваем нашу хедеру новую какую-нибудь строчку. Например, индекс. Так как это у нас индексная страничка. И пускай в хедере будет записан индекс. Сохраняем. Переходим в браузер. Обновляем. И вот, как вы видите, мы изменили наше свойство хедер на строку индекс. Смотрите. Описательная часть у нас не изменилась. У нас класс как и был, так и остался. Но уже страничку, то есть объект, который мы сделали из нашего описательного элемента класс, мы уже немножко изменили. Вот, как вы видите, получилось такое свойство. Далее, например, в админке у нас хедер будет админ. Поэтому пишем объект админ уже. Далее стрелочка. Свойство хедер. Пишем равно. И здесь напишем админ. Так. Давайте выведем. Эхо. Так. Сохраняем. Только, наверное, поставим. Пристыкуем. Тег переноса строки. И смотрите. Вот у нас первая страничка, вот у нас вторая страничка. Я не разношу их по разным файлам. Там, конечно, можно было разнести индекс, сделать объект индекс, сделать в одном файле, объект админ сделать в другом файле. Ну, так я думаю, вам будет более нагляднее. Вот, как вы видите, с одного класса мы уже создали два объекта, но с различными свойствами. И третий объект. Объект view. Также изменим ему хедер. А здесь мы давайте хедер не изменим, а пристыкуем. Вот так вот. И напишем view. И выведем на экран. Так, так. Стрелочка, хедер. Также поставим тег переноса строки. Сохраняем, идем в браузер. И вот, как вы видите, вот наш уже третий объект и его свойства хедер. Все так же можно сделать с другими свойствами. Например, можно задать свойству контент тоже какое-нибудь значение. Например, текст for content и так же вывести на экран. Поставим. и свойства content. Так, все. Переходим в браузер. Вот наше свойство content. Думаю, с этим вам понятно. Как и что делать. Что такое свойство. Это просто обычные переменные, описанные в классе. Теперь, как вы помните, я упоминал, что класс может иметь методы. Давайте рассмотрим, что это такое. Метод – это обычная функция, которая описана в классе. То есть, если функция, какие мы и привыкли, функция PHP, описана в классе, то это метод. Если функция описана где-нибудь в коде, то это просто функция. Поэтому давайте опишем какой-нибудь метод нашего класса. Например, давайте пишем метод, который будет просто выводить наш хедер. Смотрите, как объявляются методы. Обычное ключевое слово function. Далее идет стандартное имя функции. Например, view header. Далее круглые скобочки и в фигурных скобках пишем код нашей функции. Обратите внимание, что функции, то есть методы, так же, как и свойства класса, должны иметь спецификатор доступа. Но, в отличие от функций, если у нас спецификатор доступа паблик, в отличие от свойств, его можно не писать. То есть, в PHP уже по умолчанию заложено, что если мы не указываем в методе спецификатор доступа, то по умолчанию ставится спецификатор доступа паблик. Но, рекомендую, даже если у вас паблик, все равно писать, чтобы потом просто не забывать это делать как бы для тренировки. Поэтому напишем паблик, дальше function viewheader. И здесь напишем, например, там echo hello. Вот. Так мы описали метод нашего класса. Давайте поставлю здесь комментарий. Метод класса. класса. Давайте повторюсь. Методы это обычные функции, описанные в классе. А здесь давайте поставлю комментарий свойства. Свойства класса. класса. Так, давайте теперь получим доступ к нашему методу. Как вы, наверное, уже догадались, что к методам мы можем получать доступ так же, как и к свойствам. Давайте я это покажу. Например, в объекте индекс пишем, как обычно, имя объекта. Далее указываем уже нам знакомую стрелочку и далее имя нашего метода. View header и далее две скобочки. Стандартно все так же, как и в PHP в процедурном подходе. Так, мы получили доступ к нашей функции, вернее, к нашему методу. Сохраняем все, идем в браузер, обновляем. И вот выявилось наше hello, которое является кодом нашей функции, нашего метода. То есть с помощью вот такой вот конструкции мы можем получать доступ и, вернее, даже вызывать методы на исполнение. Теперь давайте в нашем методе выведем вот это вот свойство header. Но опять же, обратите внимание, вот так вот написать echo header. Вот так вот нельзя, ничего не получится. Смотрите, если мы обновим, нам ничего не покажется, потому что, смотрите, класс-то у нас один, но объекта у нас три. Index, Admin и View. и PHP в данном случае не знает, какое свойство header мы имеем в виду, так как у нас в объекте Index header равно Index, в объекте Admin header это Admin, а в объекте View у нас свойство header равно header View. То есть у нас три объекта и у каждого свойства header разные. Поэтому для того, чтобы указать какое именно свойство мы имеем в виду, применяется ключевое слово This. Далее ставится стрелочка и имя нашего свойства. This это такое ключевое слово, которое попросту указывает, что какое свойство мы имеем в виду. В данном случае мы указываем, что нам в объекте Index мы вызываем функции ViewHeader и смотрите взять из этого объекта свойство Header. Вот чем занимается вот это вот ключевое слово здесь. Просто указывает какое именно свойство необходимо взять. Теперь смотрите обновляемся. Давайте поставим, чтобы было видно. здесь тег переноса. Так, обновляемся. И вот, как вы видите, у нас идет индекс, только я поставил не здесь. Вот здесь нужно было поставить тег переноса. VueHeader. Только давайте еще отделим, чтобы было видно. Так, обновляемся. Вот, как вы видите, вот этот вот, вот это вот свойство мы вывели с помощью метода ViewHeader. поэтому давайте еще раз запомните, чтобы обратиться к свойству класса в самом классе, необходимо обязательно указывать this. Давайте для закрепления еще еще одну один метод сделаем. Как бы сделаем вызов метода из другого метода. Например, Function просто сделаем View или давайте просто full. Так вот. Так. И смотрите. Мы в этом методе вызовем вот этот вот метод. Опять же, как я говорил, свойство this, вернее, ключевое слово this. Далее стрелочка. Далее пишем имя нашего метода ViewHeader. Точка с запятой. А здесь вот в объекте, где мы вызываем метод ViewHeader, мы вызовем метод full. Вот так вот. Только немножко не так. Вот так вот. Так. Сохраняем. Войдем в браузер, обновляем. И, как вы видите, ничего не поменялось. Вот наше свойство индекс. Теперь мы его вызвали из другого метода, используя ключевое слово this. Запомните это. также здесь мы можем создавать какие-нибудь переменные, например, var1 присваивать какое-нибудь значение. Здесь уже как обычный, как и в PHP вы делали var1 равно 1, например, переменные var2 равно 3. и сделать с ними какие-нибудь операции, использовать уже дальше. Например, давайте передадим сюда var1, сюда передадим var2. Так, передаем методу viewHeader две переменные. дальше укажем в методе viewHeader, что необходимо их принять. Также var переменная var2 и здесь давайте их выведем. Просто пристыкуем вот так вот переменная var и переменная var2. То есть в этих функциях вы можете уже дальше использовать все то же, что и в обычном процедурном программировании. здесь ограничений нет. Так, обновляемся. И вот наша единичка и наша троечка. То, что мы передали. Ну, это так. Небольшое отступление от нашей темы. Так, сейчас уберем все лишнее. Так, я думаю, вам понятно, как создавать свойства классов. Дальше, как создавать методы классов. Это вот. Далее, как вызывать свойства классов. Здесь мы их вызвали. Дальше, как обращаться к свойствам класса из методов с помощью ключевого слова this. И также, как обращаться из класса к другим методам класса, этого же класса, также с помощью ключевого слова this. Далее, что нам необходимо. Смотрите, каждый класс может иметь конструктор. Например, вот смотрите, мы, когда создавали объекты, каждый раз присваивали каждому свойству какое-нибудь значение. Вот мы присвоили, далее в объекте admin присвоили еще одно значение, далее в объекте view присвоили еще одно значение. Но смотрите, какой получился громоздкий код и некрасивый очень. Поэтому, для этого случая предусмотрен так называемый конструктор класса. Конструктор класса это обычный метод класса, который выполняется в момент создания объекта класса. То есть, как только мы создаем объект класса, вот индекс, в это время выполняется конструктор класса. Конструктор класса это обычный метод. Сейчас я покажу, как его описать. Обычный метод function с специфическим именем. Смотрите, имя конструктора это двойное подчеркивание, это двойное подчеркивание. Далее идет имя констракт, скобочки и, как обычно, фигурные скобочки. Вот, мы описали наш конструктор класса. Теперь давайте напишем что-нибудь выведем на экран. Эхо. hello I am конструктор класса. Так, сохраним и давайте посмотрим. По идее, у нас сейчас должно вывести три таких надписи hello I am конструктор класса. Так как мы создаем три объекта, значит, у нас выполнится три выполнится три раза метод конструктора. Вот, как видите, смотрите, hello I am конструктор класса. Дальше hello дальше вот. Думаю, с этим вам понятно. То есть, конструктор класса это тот метод, который выполняется в момент создания класса. А теперь смотрите. Когда мы создаем объект нашего класса, мы, когда прописываем имя нашего класса, мы указываем две скобочки. Эти скобочки нужны для того, чтобы передать сюда параметры. А параметры, если мы сюда какие-нибудь передадим, например, var1, этот вот параметр автоматически попадет вот сюда. То есть, здесь мы тоже опишем какую-нибудь переменную парам, то есть, еще раз. Если мы передадим параметрам при создании объекта какую-нибудь переменную, то эта переменная попадет параметром в конструктор. И здесь мы ее можем использовать. Давайте это я вам продемонстрирую, например, параметр парам1. Здесь, где hello ам-конструктор класса мы пристыкуем переменную парам. Сохраняем, обновляем. и вот как вы видите, здесь вот он вывелся, но появилась ошибка. А шутка почему? Потому что мы указали, что нам в конструкторе необходимо передавать обязательно параметрам переменную, но здесь при создании объекта admin и объекта view мы эти параметры не передаем. Этого можно избежать либо же указать этому параметру значение по умолчанию 0, ну или какое-нибудь другое, или там пустую строку, или же передавать при создании объекта сюда какие-нибудь параметры. Вот как раз это сейчас мы и сделаем. Мы давайте изначально пропишем, чтобы в конструкторе класса уже устанавливались вот эти вот свойства вот эти вот свойства header и content требуемые нам значения. Например, сюда будет у нас параметр header дальше только не header а чтобы они отличали шапка. Далее параметр текст. Вот так вот. Например, давайте сделаем так, что нам необходимо передать два параметра и в конструкторе класса уже будем изменять значение наших свойств. Например, опять же пишем ключевое слово this для доступа к переменной класса this header равно переменной шапка. Шапка это у нас уже переменная, не свойство, поэтому ключевое this указывать нельзя не нужно и переменные this вернее свойства свойства this content также присваиваем значение текст. Все, конструктор мы описали и теперь давайте избавимся от этих ненужных строчек, которые у нас которые мы здесь прописывали просто при создании объекта параметрам будем передавать нужные нам значения. Например, для индексной странички это будет индекс, header это будет индекс, а content давайте напишем просто content сохранили дальше для админ для странички админ хедер будет админ а контент например текст админ текст так далее хедер этот можно удалить присваиваем хедеру можно удалить и в объекте view также пропишем view хедер будет равно view и текст тоже view текст так сохраняем это нам тоже уже не нужно удаляем сохраняем идем браузер и как вы видите осталось у нас все то же самое это у нас вывела функция вернее метод вот он метод full и параметры хедера индекс админ и view у нас вывелось как вы видите мы их установили с помощью метода construct поэтому давайте еще раз запомните метод construct это метод который выполняется в момент создания класса и он обычно применяется для установления каких-нибудь системных переменных либо же свойств или же вам необходимо можно в конструкторе произвести какое-нибудь подключение к базе данных подключение к какому-нибудь файлу в общем выполнить то что необходимо сделать в начале то ли проинициализировать какую-нибудь перемену или еще что-нибудь в общем запомните этот метод который выполняется в момент создания класса так и давайте еще один метод рассмотрим противоположный этого методу это метод destruct то есть деструктор класса это метод который выполняется в момент удаления объекта смотрите когда у нас есть вот такой вот PHP код такой вот скрипт и когда у нас мы здесь вот смотрите создали один объект второй третий как только код закончился скрипт выполнился все созданные объекты удаляются и если нам необходимо выполнить какое-то действие во время удаления объекта ну например может быть записать какой-то файл с логами там логи ошибок либо же наоборот при удалении объектов что-нибудь удалить или очистить какую-нибудь сессию сессионную переменную для этого применяется метод деструктор то есть деструктор класса описывается он так же как и конструктор ключевое слово function далее идет двойное подчеркивание далее идет имя метода деструктор так и далее в фигурных скобочках описываем требуем наш код ну например echo i am destructor и давайте посмотрим что у нас получилось и вот как видите три раза отработал метод destructor то есть у нас было три объекта и три раза выполнится метод деструктор класса поэтому запомните есть такой метод если вам необходимо то применять его только хочу обратить внимание на один момент что хоть у нас есть скобочки в методе в методе деструктора но передавать мне их ничего нельзя да и некогда что-нибудь передавать так как мышь ничего не вызывает но они есть потому что положено по синтаксису и второе такое небольшое замечание в PHP не определен порядок удаления объектов поэтому есть такая как бы рекомендация что нежелательно из деструктора обращаться к каким-нибудь другим объектам потому что когда вы к ним обращаетесь этот объект уже может быть удален так как порядок удаления их не определен поэтому такая вот рекомендация есть так еще раз сохраним так я думаю вам понятно и теперь что я еще хочу в этом видео уроке вам показать давайте в конце закрепим наше изученное на практике создадим какой-нибудь небольшой скриптик работы с базой данных используя ООП для практической части нашего урока нам потребуется база данных я ее создал немножко раньше вот она под названием MyBD в ней всего лишь одна табличка табличка статьи в ней собраны различные статьи в автомобилях так просто вам для примера как вы видите здесь очень много полей но мы используем только некоторые из них это поле ID далее поле title название статьи затем поле description краткое описание статьи и поле текст полное описание статьи этого нам будет достаточно а теперь перейдем в текстовый редактор и давайте немножко подумаем уже конечно с точки зрения объектно-ориентированного программирования как мы организуем логику нашего скрипта итак что будет делать наш скрипт во-первых он будет соединяться с базой данных далее получать от нее требуемые статьи и затем выводить просто их нам на экран значит смотрите мы имеем можно то есть можно разделить весь наш скрипт на несколько элементов то есть сущность сущностей первая сущность это база данных и вторая сущность это страница то есть вывод сообщений на экран статьи поэтому давайте создадим два класса первый класс это будет класс для работы с базой данных объявим класс BD а лучше класс Database чтобы было более нагляднее Database как вы помните объявляем классы мы при помощи ключевого слова класс так сохраняем так и сохраним мы его в папочку класс создадим папочку класс где будем хранить уже наши классы так одну лишнюю создал удалим и как вы помните классы мы называем храним файл таким же названием как и класс поэтому назовем Data Base .php далее вторая сущность как вы помните это страница значит давайте создадим класс Page объявляем этот класс класс Page сохраняем также в файле с именем Page .php далее что нам потребуется скорее всего нам потребуется файл конфигурации где мы будем хранить настройки подключения к базе данных давайте создадим этот файл в нем мы определим 4 константы как вы помните для подключения к базе данных MySQL нам нужно знать хост дальше имя пользователя и пароль к этому пользователю и соответственно имя базы данных для выбора базы поэтому давайте определим константу хост значение будет local хост так теперь я скопирую для удобства так вторая константа юзер пользователь со значением виктор далее третья константа константа для хранения пароля константа пас и пароль у меня 1234 и последняя константа мы сохраним имя базы данных константа будет db ее значение my 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 bd сейчас уточню как она называется да my bd так сохраняем файл конфигурации его мы сохраним в корне нашего скрипта это будет конфиг так сохраняем далее теперь нам понадобится индексный файл который будет запускать наш скрипт главный индексный файл давайте его создадим к нему мы сразу же подключим файл конфигурации и 2 наших класса класс page и класс database include config так подключили файл конфигурации далее подключим класс page в файле page php находится у нас в папке класс и имя его page .php и последний файл папки класс это файл data base .php так сохраним index.php index.php и я задумал так что здесь мы будем обращаться к нашему классу page в общем в индексном файле мы будем обращаться к классу page в свою очередь page будет обращаться к классу database далее database коннектится к базе данных получает оттуда статьи возвращает их в page а page возвращает им к нам в индекс и далее мы пропишем одну небольшую хитрую функцию в page которая будет нам возвращать уже данные в индексный файл с их HTML тегами как бы будет мы сейчас создадим два таких маленьких шаблончика первый шаблончик для главной страницы нашего скрипта а второй шаблончик для страницы показа полного текста статьи и все это дело у нас будет выводить индексный файл сейчас мы подробно это все разберем а сейчас посмотрите что у нас получилось мы как бы создали такой небольшой каркас нашего будущего скрипта описали два класса пустых правда но это уже хоть какой-то описательный элемент какой-то каркас у нас готов и индексный файл главный давайте запустим посмотрим что же у нас получилось нет ли случайно никаких ошибок так localhost дальше ROPE практика так и ошибок нет значит продолжаем дальше и давайте наверное перейдем в класс database и будем логически рассуждать что нам здесь нужно и опишем его свойства и его методы так как это у нас класс для работы с базой данных он должен иметь свойства в котором мы будем хранить дескриптор подключения к базе данных поэтому давайте его опишем public DB в этом свойстве мы будем хранить дескриптор подключения к базе данных и давайте опишем метод construct который как вы помните выполняется в момент создания объекта класса и в нем мы опишем опишем подключение к базе данных поэтому ставим спецификатор доступа public как вы помните я говорил что в методах можно его и не ставить чтобы вы не забывали в процессе кодирования их ставить давайте хоть он и по умолчанию public но все же будем писать public function двойное подчеркивание construct так в него мы будем передавать четыре константы наши это будет хост вернее не касаемо в него мы будем передавать четыре параметра с настройками подключения это будет хост это будет юзер пароль и имя базы данных деби это мы в него передадим в классе page а пока давайте опишем функцию mysql connect как вы помните с помощью этой функции мы подключаемся к базе данных ей необходимо передать три параметра первый это хост то есть сервер базы данных далее пользователь и последняя пароль так и вернет она нам дескриптор подключения который мы сохраним в свойства деби поэтому пишем this db mysql connect так то есть функция вернет нам дескриптор подключения который мы сохраняем в свойства класса деби как вы помните доступ классу чтобы получить доступ классу необходимо использовать ключевое слово здесь так дальше давайте сделаем небольшую проверочку если вдруг не удалось подключение то мы если не с из деби то мы напишем exit выход сообщением например no connection with database теперь следующее нам необходимо выбрать базу данных с которой мы будем работать поэтому для этого применяется функция mysql select db в нее мы указываем имя базы данных первым параметром и вторым параметром как вы помните это дескриптор подключения в нашем случае это this db свойства класса и давайте сразу же сделаем опять же проверочку если опять же не то есть если не удалось выбрать базу данных то мы опять же организуем выход exit сообщением no table например то есть такой таблицы нет так сохраняем ах да давайте еще сделаем укажем кодировку запросов базы данных для этого выполним функции mysql query которая позволяет выполнять sql запросы к серверу а sql запрос у нас будет setnames и указываем кодировку cp1251 так на этом на этом наш класс database еще не закончен давайте опять же подумаем логически нам необходимо еще как минимум два метода первый метод который будет возвращать полностью все статьи из базы данных вот как вы видите у меня их здесь много поэтому первый метод будет возвращать все эти статьи которые мы выведем на главной странице скрипта а второй метод он уже будет выводить конкретно одну статью с полным ее текстом то есть мы в этот метод передадим номер статьи и он вытянет из базы данных уже конкретную статью поэтому давайте опишем эти методы первый метод например get get all только function забыл function get all укажем что это что это вытянуть из базы данных и второй метод function это будет get вытянуть одну статью get one и также укажем пометку что это у нас вытянуть из базы данных так давайте наверное их немножко чуть позже закончим на этом наш класс database пока закончен мы его создали создали такой полностью как бы каркас поэтому сохраняем далее давайте наверное также опишем свойства и методы класса page а потом уже начнем их связывать в индексном файле и дописывать то чего мы еще не дописали в частности запомним эти два метода так переходим класс page и давайте думать какие же свойства и методы должен иметь наш класс page ну во-первых давайте начнем со свойств обычное свойство это свойство текст любая страница у нас имеет какой-то свой контент поэтому будет свойство public текст на этом пожалуй наверное закончим а там посмотрим если что еще что-нибудь добавим далее опять же методы методов я думаю на у нас будет около трех первый метод так же как и в датабейс это метод получения всех статей статей которые мы будем выводить на главной странице поэтому пишем public function get all get all так же пока оставим пустым и далее следующий метод это метод который получит одну конкретную статью public public function get one давайте сразу же укажем параметр который ему необходимо передать как вы уже догадались параметром мы будем передавать номер статьи в базу данных поэтому давайте укажем параметр id так описали и последний такой хитрый метод он нам будет возвращать полностью как бы готовый вид уже то что мы выведем на экран мы его опишем вам будет все понятно там мы используем две хитрые встроенные функции php давайте назовем его get body как бы вернуть полностью тело нашего скрипта сюда мы будем передавать два параметра потом мы к ним вернемся поэтому давайте так и оставим и смотрите у нас получился такой вот каркас нашего класса page нам что теперь осталось сделать просто заполнить эти методы и на этом наш класс page будет полностью закончен поэтому давайте перейдем в индекс php и первое что мы сделаем это создадим давайте объект нашего класса page а дальше будем уже по порядку заполнять все методы назовем объект page далее ключевое слово new далее пишем название класса двойные скобочки и точка с запятой это мы сделали далее я предлагаю сделать вид скрипта очень простой у нас будет здесь такой хедер а дальше в цикле будем выводить статьи сразу будет название статьи с ссылочкой далее ее краткое описание далее следующая статья название ссылочка и далее текстовое краткое описание поэтому в ссылочке мы будем передавать параметр ID номер статьи методом get поэтому давайте сразу же сделаем проверочку и если будет существовать существовать из set глобальном мастере get параметры ID вот так вот то мы здесь будем что-нибудь выполнять потом это сделаем сейчас мы расправимся с главной страничкой это у нас будет страничка просмотра полного текста статьи так а если у нас параметра ID в глобальном массиве нет нет то мы будем просто выводить все наши статьи на индексной страничке поэтому давайте обратимся к методу класса page get all который и должен нам выводить все наши статьи поэтому давайте напишем что например переменная текст будет равна объект page и в него вызываем метод get all так сохраняем и давайте в методе page опишем уже код непосредственно этого метода вернее в классе page опишем код этого метода что мы будем делать мы обратимся к классу database и выполним в нем вот эту функцию поэтому давайте создадим объект например объект db new database так смотрите мы создали объект нашего класса database теперь так как у нас описан здесь конструктор и в него нужно передать 4 параметра с настройками базы данных давайте их сюда передаем это хост константа дальше константа юзер далее константа пароль и названием базы данных db так то есть сейчас мы создали объект класса database значит как только создался объект сразу же выполнилось подключение к базе данных давайте здесь вернем функции все-таки красиво когда возвращает какой-то результат здесь db так значит выполнилось подключение к базе данных и теперь давайте здесь вызовем метод getAllDB который уже выполнит SQL запрос к серверу базы данных и вернет нам массив с всеми статьями поэтому давайте напишем сохраним это все переменную результат равно объект дебе и в нем вызываем метод get вызываем метод get all деби передавать параметрам никаким нам сюда ничего не надо и в конце этот наш метод getAll просто вернет полученный массив со статьями так это мы сохранили давайте вернемся в класс датабейс и опишем метод getAll db для начала давайте сформируем SQL запрос SQL запрос будет очень простенький select что нам надо id далее title далее description поле description и на этом все давайте еще точним так id title и description да больше нам пожалуй ничего не надо откуда from таблица статьи и так как у меня здесь очень много статей давайте ограничимся количеством 10 напишем лимит 10 так все SQL запрос мы сформировали теперь давайте выполним функцию mysql query которая позволяет выполнить SQL запрос параметром ей передаем SQL запрос ее результат сохраним переменную давайте res далее давайте сделаем проверочку если если не res return false так а если res у нас то есть функция mysql query вернула нам нормальный результат то есть получила выборку с базы данных поэтому предлагаю организовать цикл чтобы вывести получить эти все значения и сохранить их в какую-нибудь промежуточную переменную в какой-нибудь массивчик поэтому давайте опишем цикл for так счетчик у нас будет переменная и изначально равно 0 далее условия пока и меньше чем mysql нам rose как вы помните эта функция возвращает нам количество рядов результата то есть мы с помощью mysql query выполнили запрос получили выборку из базы данных в данном случае получили 10 статей то есть у нас в результате получилось 10 полей и вот эта функция вот эта функция mysql number подсчитывает количество этих полей в данном случае у нас их 10 я думаю вы это помните это стандартная функция PHP так параметрам мне надо передать результ вернее не результ а рез нашу выборку и дальше что мы делаем после прохода цикла мы нас счетчик увеличиваем на единичку так это мы сделали теперь давайте переменную row сохраним сохраним все наши данные которые мы получили из базы данных для этого используем функцию mysql fetch array которая позволяет читать нам первые сразу первый ряд далее мы ее вызываем читаем второй ряд выборки с базы данных и так каждый раз после каждого вызова мы читаем каждый ряд нашей базы данных я надеюсь это вы тоже знаете передаем ей нашу переменную рез и давайте укажем константу mysql mysql assoc то есть чтобы возвращаемый массив этой функции был ассоциативный то есть у нас будет такой массивчик ключ id значение id ключ title значение title так и на этом просто это этот метод get all db у нас закончен просто сделаем return и вернем эту переменную row и давайте же в так здесь мы тоже возвращаем и в индексам файле давайте же попробуем с помощью printr посмотреть работает ли у нас функция или нет сделаем такую распечатку так у нас где-то ошибка в файле page.php на линии 17 так а что ему тут не понравилось а ну конечно я function ключевое слово забыл так давайте еще раз обновим и ничего не произошло давайте искать ошибку так здесь в индексном файле я обращаюсь к методу get all далее переходим к методу get all вот у нас меня get all выполняем подключение к базе данных давайте здесь посмотрим вернее пойдем в класс датабейс и посмотрим select id from статьи limit 10 вроде бы правильно все написано а я неправильно поле указал диск rip t1 вот так вот так посмотрим о как вы видите все правильно только кодировка запроса неправильно ага по-моему надо сделать вот так вот cpm 1251 а я ее через дефис написал так как видите все правильно кодировка правильно давайте с помощью исходного кода посмотрим какой у нас получился массивчик и как видите у нас наш метод класса page get all вернул в индексный файл массив текст вот с такими вот данными теперь все что нам необходимо сделать это создать небольшой шаблончик в котором с помощью цикла for each пройтись по каждому элементу массива и вывести все это на экран давайте это и проделаем как вы помните здесь в классе page я хочу создать хитренькую функцию get body которая будет возвращать уже готовый шаблон с их отмль тегами полностью готовый шаблон к выводу на экран поэтому функцию printer мы удаляем и здесь просто обратимся к этой функции это у нас объект page и функция get вернее метод get body сейчас мы передадим него параметры а параметры мы передадим него наш массив текст и немножко забегу наперед вторым параметром мы передадим имя нашего шаблончика давайте для главной страницы сделаем шаблон main сейчас я это покажу как я организую вывод в этот шаблон так с этим файлом мы закончили переходим по hp и давайте опишем метод get body сразу же укажем необходимые параметры это параметр текст который мы в него передадим и второй параметр имя шаблона вернее да перемена которая будет храниться имя шаблона это например переменная файл так и если вы помните а может конечно если знаете а если не знаете есть такая функция в php оп дальше подчеркивание старт для тех кто не знает эта функция начинает буферизированный вывод то есть весь вывод который идет после этой функции нам на экран не выводится он попадает в буфер обмена то есть если мы тут напишем эхо например hello то мы этого не увидим этот результат просто попадет в буфер обмена и конечно вытянуть результат с буфера обмена мы конечно же можем с помощью уже другой функции поэтому смотрите что мы сейчас очень хитро так сделаем указываем что все необходимо выводить в буфер обмена с помощью функции object start obestart далее подключим наш файл шаблона сейчас мы его создадим просто изначально логику пропишем подключим файл шаблона например main.php давайте даже не так он будет у нас называться main.php но так как он у нас динамический поэтому мы сделаем вот так вот пристыкуем сюда переменную файл и смотрите у нас мы передаем переменную файл строку main значит у нас файл main.php так смотрите что у нас теперь получилось мы открыли буфер чтобы все данные попадали в буфер обмена далее подключаем файл шаблона то есть там у нас будут сейчас вы видите html теги вывод переменных и все это дело попадает в буфер обмена и теперь что нам остается сделать это вытащить из буфера обмена полученные данные это мы сделаем с помощью функции ob get clean эта функция как бы вытягивает данные с буфера обмена и тем самым его сразу же очищает и мы сделаем не что иное как return то есть чтобы функции у нас метод get body возвращал эти данные что-то я тут такое вот так вот и на этом этапе наш наш метод get body закончен теперь что у нас нам осталось сделать это создать шаблончик main.php давайте его создадим так сделаем в нем какой-нибудь header например там заголовок h1 напишем header далее заголовком h6 мы сделаем footer это все не принципиально в дизайнерские элементы далее смотрите так как мы будем подключать этот шаблон вот сюда значит нам необходимо указать что в него попадет переменная текст то есть сделаем проверку откроем php если существует переменная текст то мы далее сейчас организуем цикл цикл фарич и выведем данные на экран так я думаю вам знакомо такой вот краткий синтаксис php то есть что я вот это вот оборвал так конструкцию и это это не что иное если бы я написал вот так вот и здесь бы вместо ключевого слова endif вот так вот бы скобочку закрыл просто с помощью такой записи получается более красиво оформление шаблончиков endif это как бы открывающая скобочка вот такая вот открывающая фигурная скобочка далее смотрите мы закрываем теги php и затем где у нас необходимо закрыть конструкцию if мы ставим просто ключевое слово endif это ничто иное как если бы мы просто поставили вот такую вот закрывающую фигурную скобочку так это я думаю вам понятно далее точно такой же синтаксис альтернативный из цикла for each пишем for each далее двоеточие это как бы мы открыли фигурную скобочку и потом внизу пишем end for each точка запятой это ничто иное если бы одно и то же если бы мы написали что скобочка закрыта то есть вот здесь идет у нас тело цикла что мы будем перебирать мы будем перебирать массив текст например как item и теперь нам что осталось делать нам осталось вывести заголовок заголовок мы видим в теге например h2 h2 далее в нем сделаем ссылочку куда мы это будем вести на файл index .php это как бы наш такой главный связывающий файл который связывает все классы передадим ему параметр id и сюда будем передавать номер нашей статьи номер у нас находится в поле в поле id то есть мы сделаем вот так вот вывод опять же альтернативный синдекс если кто не не знаком с ним вот такая вот запись это одно и то же если бы я написал вот так вот открыл бы тег php и написал бы echo то есть тег php и знак равно это не что иное как указывается на то что мы вызываем функцию echo то есть я пишу что необходимо вывести на экран из массива item далее значение с ключом id далее ставлю точку запятой и закрываю php php tech так сейчас надо тут сделать вот так вот поставить кавычечку чтобы у нас адрес был атрибут шеф был правильный далее необходимо закрыть тех а и вот здесь вот пропишем непосредственно что же у нас должно быть какая у нас ссылка ее значение а это у нас будет опять же выводим из массива item ячейку с ключом title так и теперь что нам осталось вывести это вывести сам само краткое описание мы его выведем в абзаце и это ячейка массива под названием item description так давайте трошки красивее оформим вот так вот вот так вот далее заголовок тоже сделаем таким вот образом сохраним сохраним этот шаблон как main .php и давайте еще раз повторим для закрепления что я здесь сделал смотрите в индексном файле первое я подключил конференционный файл файл с классом php и с классом database php далее создаем объект класса page создали так как конструктор у нас не описан значит мы просто создали объект и ничего при этом не выполнили далее смотрим проверяем записано ли у нас что-нибудь в глобальном массиве get если ничего не записано а у нас сейчас так и есть мы в объекте page вызываем функцию get all то есть нам необходимо получить список всех статей из базы данных далее скрипт идет в класс page смотрит функция get all здесь мы первым что делаем метод get all здесь что мы первое делаем мы создаем объект класса database и передаем ему 4 параметра с настройками подключения к базе данных так как в нем описано метод конструктор то выполняется подключение к базе данных вот оно далее мы в этом у этого объекта вызываем метод get all db опять же идем к нему очень простой метод выполняем SQL запрос к базе данных получаем массив статей вот на его цикле сформировали напомню что у нас вот такой вот получился массивчик еще раз давайте его посмотрим вот наш массивчик с статьями далее мы его возвращаем и этот массивчик попадает в переменную result которую мы возвращаем и она попадает вот сюда переменную текст далее мы описали очень хитрый метод get body вот мы его вызываем передаем ему наш массив текст вот этот вот массив и передаем шаблон который необходимо подгрузить идем в класс page смотрим как организован этот метод смотрите вызываем функцию ob start то есть весь вывод попадает в буфер отмена что у нас попадет в буфер отмена а мы подключаем файл main.php main мы указали в переменный файл и смотрите что получается вот этот весь код как бы подставляется вот на это место смотрите вот сюда вот сюда подставляется этот код так как переменную текст мы же передали вот она то вот эта проверочка у нас пройдет то есть если существует текст ага текст существует и далее выполняется просто перебор нашего массива вот этого вот обычным циклом for each где в ячейку item у нас попадет попадает вот этот вот массивчик то есть с полями id title и description вот мы их и выводим так обращаю еще раз внимание на альтернативный синтаксис php по оператору if вот это тоже не что иное как открытие фигурной скобочки вот такой и внизу чтобы его закрыть ключевое слово and if как будто мы скобочку фигурную закрываем то же самое по циклу for each двоеточие как будто мы скобочку фигурную открыли и ключевое слово and for each как будто мы скобочку закрыли так думаю с этим понятно давайте посохраняем все наши методы и вернемся в браузер и посмотрим что же у нас получилось но тут единственное что давайте так как у нас get body мы возвращаем вывод из буфера отмена как бы возвращаем поэтому нам необходимо его вывести а иначе мы ничего не увидим не увидим на экране просто напишем echo get body сохраняем так давайте посмотрим в браузере что получилось что-то я где-то поставил какую-то ошибочку на линии 13 в файле main.php так 13 а что же ему тут не понравилось unexpected а ну конечно я php тех не закрыл вот так вот так сохраняем опять обновляем и как вы видите посмотрите наш скрипт отлично все отработал вывел все наши 10 статей если навести на заголовок статьи видно что внизу формируется ссылочка с параметром id к которому пристыковывается номер нашей статьи то есть в массив get сейчас у нас попадает значение id статьи то есть вот этого если мы сейчас нажмем на одну из ссылочек мы получим пустой экран так как мы попали вот сюда в эту проверку и давайте теперь сделаем опишем здесь весь код чтобы закончим уже работу с нашим скриптом здесь мы будем вызывать у объекта page метод get1 только сделаем сохраним переменную текст и в объекта page вызовем метод get1 так теперь в него необходимо передать параметры id поэтому давайте напишем что переменная id будет равна сразу же приведем к типу объекта integer сделаем такую защиту то есть наш параметр должен быть только целочисленный поэтому приводим значение ячейки с ключом id к параметру integer и сохраняем это переменной id так далее пропишем проверочку если здесь будет какой-то текст то нам просто вернется ноль поэтому проверим если если id не равно нулю то мы будем выполнять вот такую вот функцию мы обратимся методу get get one что нам здесь необходимо сделать то же самое взять создать объект класса database далее выполним в нем метод get one db поэтому также давайте сохраним для быстроты и передадим уже ему параметрам нашу переменную id которую мы ранее прописали так сохраняем и также давайте пускай функция возвращает результат так и давайте вернемся в класс database .php и уже опишем нашу функцию get one db так что нам здесь необходимо SQL запрос select id title и уже текст description нам не нужен form откуда из таблички статьи дальше где where id равняется переменной id которую мы ага которую мы должны передать в этот метод вот переменной id это есть далее выполним функцию mysql query скопируем ее с той функции которая у нас выше с метода get all db так выполняем запрос дальше проверочка и далее цикл цикл нам уже не нужно просто выведем вот таким вот образом так как у нас id это уникальный номер то есть в базе данных нет записи с идентичным id то есть мы выберем или одно поле или ничего или так или так поэтому переменную row мы сохраним результат функции mysql fetch array то есть мы проверочитаем первый первый ряд нашей выборки выборки а так как выборка у нас из одного ряда поэтому мы вызовем функцию mysql fetch array лишь один раз и на этом достаточно сделаем return и переменный row сохраняем и смотрим что у нас получилось мы вызвали этот метод вернули уже массив если я не ошибаюсь у нас будет массивчик с ключами id далее title и текст сейчас мы это проверим давайте в индексном файле сделаем принтер и посмотрим что у нас вернула эта функция этот метод так еще раз открылся так еще раз локал хост дальше воп практика так и тут я что-то пропустил page get one так что-то я тут пропустил класс page get one я что-то ему не передал а ну конечно я же не передал параметр id поэтому передаем параметр id сохраняем еще раз давайте обновим так и почему-то так и почему-то у нас вывелся полностью весь массив с всеми функциями со всеми полностью со всеми статьями из базы данных почему у нас так получилось сейчас давайте сделаем так вот exit потому что дальше нам не нужно если мы попали в эту проверку то все далее exit теперь еще раз обновим как вы видите все равно мы попадаем в это давайте смотреть дальше сделаем вот так вот посмотрим что нам возвращает класс database переменной role и здесь exit поставим и посмотрим посмотрим что мы будем иметь в браузере в браузере как раз мы имеем почему-то все все статьи так давайте смотреть дальше так что-то я где-то использую сейчас посмотрим давайте что мы сделаем сделаем вот так вот эхо переменной id что нам покажет отображается ли сюда наш переданный параметр так а мы даже не видим как вы видите даже параметра так еще раз смотрим текст вводим статью get one а я там сохранил я понял понял наверное в чем проблема идем в page ну конечно смотрите я то вызываю функцию get all db а мне то надо get one ну так вот такое вот бывает при копировании функций вернее методов поспешил скопировал и не посмотрел что же я там скопировал так вернемся на место распечатаем наш результат так и в результате мы ничего не видим поэтому почему так давайте дальше смотреть идем датабейс get one db select а не талант текст вам статьи где они равно айди давайте посмотрим что мы сюда передаем так передаем мы сюда единицу далее делаем sql запрос смотрим что мы имеем в руку так сейчас найдем обромы ничего не имеем значит у нас не выполняется запрос базе данных почему то давайте посмотрим что у нас возвращает рс с помощью функции вардом так обновим и как вы видите нам возвращается фолс то есть не выполняется а ну естественно я что указал имя статьи неправильно имя таблички из базы данных вот теперь все заработает удаляем ненужное сохраняем обновляем так и вот как вы видите вернулся массивчик с нашей статьи сейчас я его покажу вид более более понятно чтобы был его вид так вот так его чтобы вместить вам на экран так вот смотрите у нас возвращается массив с ключами айди title и текст это все нам попадает вот сюда вот теперь что нам осталось сделать это вывести с помощью нашего нехитрого метода get body просто вывести шаблончик который мы сейчас создадим а шаблончик у нас будет по названием view сохраняем давайте его создадим из шаблона main поэтому копируем создадим новый документ вставим он будет точно такой же за одним исключением что нам не понадобится цикл forage так как у нас массив одномерный ассоциативно одномерный массив поэтому везде где у нас переменная item мы ставим переменную текст и ключа description у нас нет у нас есть ключ текст так и на этом все дальше ссылка нам тоже на не нужно удалим зачем заголовок будет просто заголовком а едином принципе тоже не нужно будет просто title вот так вот и текст сохраним шаблон под названием view .php и посмотрим что получилось и вот смотрите что у нас получилось наша статья вывелась в шаблончике view.php и забыл слово footer тут какой-то будет footer many тоже так и вот смотрите что у нас получилось индексная страничка выводит все статьи дальше нажимаем на какую-нибудь статью выводится полный текст этой статьи не обращать внимание на картинки это из-за того что в базе данных у меня прописаны адреса картинкам а картинки то я не копировал ну это нам не важно нам важно было закрепить наши знания об ОВП посмотрите какой получился у нас красивый скриптик его исходный код в папочке классов мы имеем два класса далее файл конфигурации индексный файл который объединяет в себе всю логику сайта такой связующий файл и два файла шаблончика которые мы смотрите как красиво оформили при помощи альтернативных тегов php у нас получилось таки два красивых шаблончика потом индексный файл тоже с минимум кода да конечно сюда можно еще поводить проверочек много для безопасности добавить проверок ну я сейчас не буду на этом акцентировать внимание моя задача была показать вам как при помощи ООП можно сделать обычный очень простой скриптик может конечно кода немножко получилось громоздкий так как конечно такое простое приложение можно было написать и на процедурном подходе но моя задача была показать вам как это можно еще сделать было на объектно ориентированном программировании поэтому берите себе на заметку смотрите как у нас получилось с минимум знанием по ООП мы сделали рабочий скриптик с очень красивым кодом потом в следующих видео уроках мы наши знания расширим и будем уже писать что-нибудь более сложное ну а на этом буду я заканчивать сегодняшний видео урок надеюсь вам было все понятно и интересно увидимся в следующих видео уроках нашего курса по PHP объектно ориентированное программирование а на этом у меня все всего доброго и удачного вам кодирования